Давно замечено, что люди, которые любят пешие прогулки, дольше других сохраняют молодость и здоровье. Гулять в парке или в лесу – это приятно и полезно. Вы дышите свежим воздухом, наслаждаетесь красотой природы, и это приносит организму неоценимую пользу. Во-первых, ходьба является самым доступным и элементарным способом поддерживать свой организм в тонусе. Его польза заключается в том, что он улучшает сердечно-сосудистую систему благотворного влияния за счет того, что разгоняет кровь по сосудистому руслу и улучшает доступ кислорода к органам и тканям. То есть улучшается и зрение, и память, и именно в психоэмоциональном состоянии человека помогает бороться с депрессиями, повышает настроение. Совершать пешие прогулки полезно людям вне зависимости от того, сколько вам лет. Приступить к занятиям ходьбой никому не поздно. Пусть такие прогулки носят регулярный характер, только так они будут приносить ощутимую пользу и результат. Бег или ходьба. Безусловно, и тот, и этот способ, они положительно влияют для здоровья человека. Но все-таки бег, он больше для людей, которые не имеют острых патологий, а ходьба полезна абсолютно всем. Если говорить о преимуществах таких прогулок, то они неповторимы. Можно постоянно менять маршруты, познавать улицы города, видеть новые и новые лица. Со временем желательно усложнять прогулки, подниматься по холмам, ступенькам или лестницам, исследовать неизвестные уголки. Также стоит забыть о существовании лифта и подниматься к себе домой по лестнице. Желательно гулять там, где меньше загазованность. То есть возле моря, в парковой зоне, где больше зелени, где кислорода больше. Именно в этой части города или села лучше прогуливаться. И в первую очередь нужно обращать внимание, чтобы прогулка, пеший ход, он приносил удовольствие. Ученые выяснили, что среднестатистический человек из начала 20 века проходил пешком за свою жизнь в среднем 75 тысяч километров. Что касается нас, то каждый проходит чуть менее 24 тысяч километров. Такую разницу в цифрах связывает с появлением машин и других средств передвижения. Только ведь это не повод отказывать себе в прогулке. Наоборот, тому, кто каждый день за рулем, необходимы такие походы.